Ей как бы надо отдельную комнату, ей надо находиться в отдельной комнате, её надо там, не надо туда ходить, где много людей, это для неё стресс. Так мы думаем с мужем, как это вот этот стресс, не ходить туда, не ходить сюда, она будет изолирована в доме всё время, а как будет на работе? У меня вот тоже, я думаю, если вот это звуки для неё сильно, она по-другому их ощущает, эти звуки, она сильно уметается, она сильно вот это всё принимает тоже к себе, вот это всё, так как будет на работе. Вот это самое такое, что я тоже, мы тоже по этому поводу переживаем, так как через 3-4 года надо определяться тоже по обретению работы, и вот это всё, учёбы, но это тоже, конечно, тоже, мы тоже об этом боимся. Ну вот это как бы самые основные проблемы у нас. Вот по поводу того, что мы переживаем тоже, это было бы, было бы это, то есть то, что она не хочет жить. Она сказала, мама, в таком мире я не хочу больше жить, не хочу осуществовать, мне это всё надоело, я не могу больше так, и я не хочу больше, у меня нет смысла в жизни. И она уже тоже смотрит, как можно покончить жизнь, и это мне, я очень из-за этого повода переживаю сама, у меня уже некая самой депрессия началась, потому что поэтому мы пошли к психологам, и поэтому мы обратились просто к людям, но я тоже заметила, что психологи, как бы, не знаю, могут они нам помочь, как-то я в этом не уверена. Поэтому мы обратились к вам, как я увидела ваше видео, у меня сразу как появилось, появилась, как Хоффман сказать, надежда появилась, и это, и мы надеемся, что вы смогли бы нам помочь, мы были бы очень рады, хотя, говорит, здесь, конечно, и труднее форма, чем этот азберг, но этот азберг у нас проявляется, что уже вся семья, мы уже все не знаем, что делать, особенно в её агрессии, как её остановить. Я боюсь, что если будет так, пойдёт так дальше, что она ещё больше может что-то с собой сделать или наделать, и это не будет никакого конца. Поэтому я очень, у меня большая надежда, что вы могли нам помочь, и я буду тоже рада с вами работать, и мы тоже будем стараться, чтобы, как бы, вместе это всё осуществить, чтобы у ребёнка не было диагноза. Термин у нас 16 января на диагностику, так как психолог вот это заметил, видимо, вот это вертение в руках, и, да, вот. И как вы сказали, как вы хотите, вы хотите этот диагноз поставить или убрать? Нет, конечно, мы хотим убрать диагноз, поэтому мы к вам обратились. Спасибо вам большое за прослушивание этого ролика, и мы будем в большой надежде ожидать, ожидания с вами поработать, и с ребёнком, конечно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова